Здарова, стратегические жевжики! Свеженькая ФФАшечка в шестую ЦУ специально для вас! Да, кстати, слышите вы Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет. Партия на восьмерых договорились с тремя режимами играть, то бишь монополии корпорации, варварские кланы и случайные деревья социальных политик и технологий. На карте континенты и острова, а не на вечной пангеи. Кроме того, мы договорились не использовать термоядерные ракеты, только ядерные. Их можно использовать без ограничений. А количество ходов 160, чтобы можно было попробовать победить и по очкам. Как видите, я выбрал играть за Китай, заодно и продемонстрирую игру через чудеса, как раз в недавнем рейтинге цивилизации я рассказывал о том, что Китай на это заточен. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите, ссылка на рейтинг по Китаю в описании и в прикрепленном комментарии. Ну, кажется, по настройкам партии всё. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу. Ссылка на плейлист, где все серии выложены, тоже в прикрепленном комментарии. Большое спасибо вам за поддержку. А всем вам приятного просмотра! Так, ещё раз напоминаю, что тут континенты и острова карта. Так, а не пангея. Так, ну чё, место интересное, к озеру я б, наверное, не ходил. Сейчас тут одинаково, мне кажется, что тут встать, но тут две овцы вообще-то. Так, уже есть шанс Стоунхенж построить. Ну, короче, я остановлюсь тут. Нравится, горы какие-то есть прямо. Так, с разведчиков начинаем пока, в любом случае. Два-два, ну, было бы круто, если бы три-два какой-нибудь были. Так, животноводство, понятное дело. Так, какие нам основные нужны чудеса? Стоунхенж, наверное. Я бы даже пирамиды, вот пирамиды ещё важнее, потому что у нас и так есть дополнительный заряд, а пирамиды ещё один дополнительный заряд дают. Пирамиды в каменной кладке, по-моему, если мне не изменяет память. А это значит, что вот у нас здесь рядом камень, соответственно, мы ускорим каменную кладку. Да, ускорение построить в каменоломе, откроем, где у нас пирамиды есть. Так что главное у нас вот это всё ускорение сделать. Ну, вообще, короче, выглядит неплохо. Какие, ну, вот я бы, а, какие пирамиды, блин, пирамиды ж строятся в пустыне, я забыл, пирамиды ж только в пустыне, блин, это вот было бы только в пустыне. Угу, так, ну, надо найти, значит, пустынку, это было бы очень неплохо, но пока не видать, это не пустыня, нет, пока не видать. Так, трое человек у нас город не поставили, ищут. Покаять всех, кто у нас тут есть, никто никакого чуда не нашёл природы, чтобы рядом с ним... Дед, ты что-то... Меня слышно вообще? Да. Да-да. Дед мигает, ещё как будто что-то говорит. Нет, я просто мигаю. Мельготиш. Так, ну, в принципе, мне нравится, тем более, смотрите, ну, скорее всего, вот эту пшеницу... Потому что, чтобы пальцы держит, но кнопки в микрофоне, иногда непроизвольно нажимаете сам. Угу. Скорее всего, мы всё-таки эту пшеницу будем вырубать, чтобы тут именно Стоунхендж поставить, потому что Стоунхендж должен на ровной местности стоять. Наверное, я прямо сюда и схожу. Ну, а тут третий радиус как бы далековато. Ну, знаете, для Китая очень неплохие места. Потому что обычно Китай в каком-то таком говне появляется. Ну, что это тут за... Это так леса изображены, как будто тут что-то, знаете, выпало. Горы какие-то даже есть. Ну, предварительно я бы сюда Стоунхендж ставил. Мне бы ещё пустыньку найти для пирамид. Пирамид, мне кажется, прям очень важное чудо для Китая. Знаете, я, наверное, обратно здесь пойду, вот туда посмотрю. А этим скаутом в эту сторону просто побегу. Тут две ло... Ну, понятно, что где вот у меня дуболом стоит, вот очевидно мы будем сюда город ставить сто процентов. Хоть какой-то. О! Ну, я дострою того разведчика, но дополнительный разведчик это всегда круто. Хотя мне больше нравится, когда реликвию дают. Мне вообще старт очень даже неплох. Так, курное дело, несомненно, чтобы как раз камень обработать. Ну, у нас тут простой выбор. Три первых клетки. Пшеница, камень и лошади. Блин, хотя вот, конечно, жалко эту пшеницу обрабатывать, ее что вырубать придется. Может, все-таки не обрабатывать, а я бы только вот эту вырубил. Равнина. Чтобы выйти в опуху атома, нужно... Точнее, в информационную веру нужно защитить все техи. Да. То есть ты к тому, что вряд ли тут получится наукой победить? Вряд ли тут улететь можно будет. Ну, хотя, смотря сколько наукой будет. Чем предлагаете побеждать? Интеллектом. Вот. Такие будет. Вот. Пустыни не видать для пирамиды. Жаль. Жаль. Я вот реально бы сейчас второй город ставил именно на пустыню под пирамидой. Сразу, прямо. Дальше. Что у нас там с великой стеной? Только вдоль границ империи. Ну, понятно, что это лучше где-нибудь на третьем радиусе городов строить. Ну, имеется в виду вдоль границ империи, то есть вот на крайних клетках. То есть, например... Ну, тут пока везде вообще, типа, можно построить на данный момент. Проатаковать нет. Наверное, не буду сейчас. Я лучше следующим ходом плюс пять против варваров возьму. И тогда можно... Так, а тут у нас конец карты. Ага. Так, я уже как минимум на краю, видите? То есть, в эту сторону можно не спешить города ставить, например. Тут озеро. Это значит, что тут проход будет. Я извиняюсь, у меня вопрос. Вот мы в ББГ играем. У нас... Мы ББС играем. Мы не ББГ. А, это ББС. Да. Все, все, понял. Потому что я что-то смотрю, что немножко не те карточки запутался. Понял? Понял. Фига, человек уже пантеон принимает. Классно ему. Верит, верит. Так, а Стоунхендж у нас в астрологии вместе с этими, да? Так, а вон пост варваров тут появился, блин. Так, а что дает? Копейщика. Так, дальше. Ну, давайте пока международную торговлю. Так. Плюс 5 боевую мощь против варваров и бог-царь. Ну, тут шикарный город должен быть. Так, хочу реликвию. А что? Просто ускорялку дали, да? Трудовую повинность. Ну, кстати, неплохо. Я тут не знаю, когда еще район буду строить. Это приятное. Горы, конечно, редковаты. То есть тут нету, я не вижу, чтобы можно было какие-то супер выдающиеся построить кампусы. Офига тут трюфель. Ага, и тут уже река. Давайте, наверное, влезу сюда. Пусть он... Не должны убить скаута, зато они его проатакуют. Пускай. Так. Начну, наверное, все-таки с камня сначала. Потом надо будет лошадей, потом пшеницу. Как-то так. И я бы, наверное, сразу... Нет, все-таки надо поселенцы, наверное, сразу делать. Орошение... Ну, гончарное дело. Пока непонятно, что следующее. О, здорова. Ну, это моя. Сорян. Все равно не успел. Да, я с ней рядом стоял. Ну, там говно дали, не переживай. Точно? Может, что-то интересное. Десять веры. Особенности... Ну, пантеон, скорее, выжимаешь. Неплохо. Да, я себя еще знал, какую-нибудь тут брать пансион. Э, за пансионы в очередь. Или сюда. Не, ладно, тут явно никого не будет, а вот тут может еще что-то быть. Так, реально, какую-нибудь пансион брать? Соседство тропических лесов. Маловато их как-то. Ну, вот пустыня, но очень далеко. Так, слушайте, давайте поищем, может... Так, я вас, девчонки, приветствую. Да, пустыня только там, блин. То есть, без пирамид, скорее всего. Каменная кладка у нас, тем более, еще и далеко. Угу. Ладно, все, пока гончарное дело открываем. Блин, реально, какой мне... Ну, потом, подожди. Хорошо, тропичных лесов у нас что? Слушай, а Египет в соседях, это ж прикольно. Даже очень. Особенно туда отправлять свои, ты сам, если подружитесь. Ладно, взял соседство тропических лесов. Не уверен, что правильно, но у меня просто... Ну, можно было пастбище, да, еще подумать. Бонсуар, беда. Бонсуар, муна. Нихау, нихау. Что-то мне не нравится, это было. Ну, тут втроем дружочек такие. Да, дружочки-пирожочки. Нет, я дружочек-картошечка. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Сябр-бобр. В чем смысл? Ну, типа дружочек-пирожочек. А как тут, сябровка? Сябр-бобр, да, получается. Блин, нельзя сюда идти, он меня убьет, приходит. Надо сюда сваливать, черт. Грек, что ж ты так гражданскими юнитами раскидываешься? Так, ну мне надо как-то куда-то сюда ставить города. Получается. Да что-то впадло воевать. Ну вот. А что там у тебя, гоплит, да, наверное? Да. Ладно. Так, я так понимаю, что астрология где-то далеко. Кто открыл астрологию, расскажите. Что-то не выглядит, что мы тут можем вообще в золотой век выйти. Честно говоря, далековато чудеса все. То есть, ну что, вот висячие сады, если только... ...построить. Кто еще? Большой бассейн. Большой бассейн, кстати, мне негде пока строить. Ну то есть, он на пойме должен где-то здесь... Ну он, наверное, может сюда город ставить и большой бассейн тут попробовать. О, блин. Слушай, француз, а это вот твоя столица? Ты еще не ставил второй город? У меня... Ну вот сейчас в процессе, но у меня просто тут горело все просто. Леса, поля, все. Я просто к тому, что мы вообще как-то близко. Ну у меня и дед не сильно, но 10 лет так есть. Я понимаю, но я вот, короче, вот здесь буду... Так, подожди, ты Ларри? Ты Ларри? Да, 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 да. Я тебе ставлю метку, что я вот сюда город буду ставить. Добро, добро, мне подходит. Да, подходит. Я сейчас поставлю, куда я буду ставить. О, чудо. Вау. Сразу второго. Блин, я не успел походить, надо было убивать этого скаута. Он сейчас перепрыгнет через речку. И еще один будет вот здесь. Слушайте, а тут касси нормальный город. Я сделаю... Ну, нормальный город будет с... Вот так вот. С этим. С Василием Блаженным, я имею в виду. Какие-то варвары жесткие, они только прачников строят. Ну, так прачники это как раз не жесткие. Вот они начнут, когда какие-нибудь уникальные юниты строить, типа бессмертных, вот тогда будет очень неприятно. Так, ну мне, походу, куда-то сюда надо будет ставить. Так, и вообще у меня маловато. Ну, Париж, кстати, круто. Так. Пожалуй, Магнуса. Пожалуй, Магнуса. Блин, ничего не поменял. Не успел. Блин, нафига я Раннюю Империю открываю. Так, наверное, международную торговлю давайте пока. Так, решение следующим ходом ускорю. Ну, Юсемити сам по себе такое. Просто дает единицу золота, пищи и науки соседним клеткам. Но здесь город нормальный встанет когда-нибудь. То есть, благодаря... А, подождите, я же не могу ускорять. Я же только могу ускорять чудеса вот этой эпохи. Древнего мира и античности. И все. Блин, надо валить. Какой-то вот сюда надо будет город ставить. Видимо. Блин, не знаю, не нравится мне, какой я пантеон взял. Но я... С другой стороны, я вообще не вижу, типа, а что тут лучшее. Единственное, на пастбище или плантации что-то еще, да? И то не факт, что это лучшее. Так, давайте, пустой, пускай меня через реку атакуют на холме. Это больно будет, прямо вам скажу. И открыли орошение. Так. Ну что, висячки построим. Вопрос только где? Наверное, вот здесь надо. Потому что она рядом с рекой только строится. Так, а что я ускорил мастерство. Блин, фига тут место еще. Полечусь пока скаутом. Да, у меня вот сюда влазит в трех клетках от этого города получается. Так, а что мы тут ускорить можем? Город на побережье. Рудник для добычи. Ни хрена, по-моему, из этого. Нету и рудника для добычи ресурса нигде. И город на побережье мы не поставим пока. Уничтожьте трех варваров. Это возможно. Ну вот, видите, как он дебильно. Так, по холмам, наверное, по лесам возьму. Как-то тут лесов побольше выглядит. Да, кстати, сахар надо будет обрабатывать. Ну, несчастье сейчас. У меня нету пока ресурса на счастье. А, знаете, в чем минус моей столицы? У меня рядом со столицей нету ни одного ресурса на счастье. Вот в чем прикол. Не очень имхо. Как-то не очень. Так, ну что. Вырубаю тут лес. Я все еще надеюсь, тут стонхендж. Но пока нету смысла. Или, блин, пойти прямо в каменную кладку с другой стороны. Блин, наверное, надо идти в каменную кладку через мореходство, к сожалению. Не ускорим мы это дело никак. Что-то Египет где-то далеко. Надо кофе этот выкупить. Чаншой. Так, давайте с французом дружбу заключим, чтобы я был уверен, что он меня не украдет. Так. Нам надо строителя построить, чтобы им ускорять висячие сады. Понимаете, да? Француз предложения. Радостью. Это чтобы он мне поселенца не захватывал. Так, пошли, наверное, этим скаутом теперь дальше тут исследовать. Тут стоим, хай, меня атакует. Надо бы вот тут, конечно, посмотреть, что... Давайте подумаем, где у нас может быть ромашка. Но тут пока не вижу. Хотя, может, где-нибудь вот здесь вместо... А, пишет, что я присоединяюсь. Потому что, наверное, я готов нажал, а заглушил не пущу. Так. Кагуану первый. Ну, по-моему, там Кагуаны... Ваши сети могут ботей возвести. Ну, такое. Не самый крутой бонус. Да, кстати, у меня тоже не особо. Блин, может, надо было подождать, когда Магнус приедет перед вырубкой леса. Зачем, не может быть, а точно так надо было сделать. Если я так... О, пускай за один ход вырастет. Ну, что? Испробуем способность Китая. Плюс ходы. Ага. Тигровый клык. Воина нанять. Не, ну мне пока деньги. Так, стоп, отчет никого нету в лагере. Это ж здорово. Он вернется сейчас, скорее всего. Не дадут нам забрать лагерь. Да, сколько рабочий стоит? Топятнадцать. Я бы хотел в Чанше купить рабочего, чтобы быстрее сахар обработать. И... 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 Свининку. Трюфеля. Ля-ля, трюфеля. Кто последний, значит, я. Блин, я-то построю чудо до конца эпохи, но мне не хватит все равно этих очков, чтобы выйти. К сожалению. Не, слушайте, вау. Так, ну от этого лагеря я тебе избавлю, как видишь. Да, забираю, забираю. У меня снизу еще два. И у меня тут просто веселый старт. Веселые старты? Ой, я помню, была такая передача. Да, да, да. Хорошая передача, да. Да, следующим ходом куплю клеточку. Зато у тебя уже Париж, пять жителей. А у меня пожары были в Париже. Париж горел сначала, поэтому у тебя все хорошо. Вообще, конечно, он не должен так, но он должен сначала этот называться, как его, Люцерция или как она? Люцерция, не помню, как он изначально. То есть ты, по идее, должен был за Рим начинать играть, основать Люцерцию, и только потом превратиться во француза. Мы же все в историческую все-таки играем игру. Немец, а ты где хочешь город поставить? Ты про что именно говоришь? Ну, про дверь поселенцев. Ну вот, одна клетка вправо, на лес. Ну что ты окружаешь на меня? Это четыре клетки от моей столицы. Время впечатляющее. Ладно. То есть у вас там тоже плотненько, да, я так понимаю? Ну неприятно, неприятно. Получается, кто-то сидит там. Так, а вот теперь, возможно, все-таки будет возможность выйти. Я справа на четвертой клетке поставлю, за рекой. Что говоришь? Справа от этого города на четыре клетки поставлю, за горой. Вот, за рекой. Так, это не стреляющий, это просто галера. Этот лагерь тоже можно... Блин, а вообще тут бы, наверное... Я не против, если тут ГГшка появится, с другой стороны. Там гора потом. Просто у него галеры можно покупать. Наверное, мы не против. А, 115, блин, мне куда-то 105. Черт. Ну все равно купим. Строителя. Блин, вообще, с другой стороны, этот лагерь уничтожить в золотой век нас приведет. Так. У француза... Француз вообще в темный век сейчас выйдет. У деда 10. Ну дед уже в нормальном 100%. А вот француз в темный век вполне выходит. Вопрос, выйду ли я в золотой? Я ж еще надеюсь... Религию... Блин, а с другой стороны... Ну, мне кажется, за Китай все равно надо столы, конечно, построить. Я, конечно, могу и священные места нормальные поставить. Опять же, их еще открыть надо. О, теперь Китай подгорать начинает. Так, это через речку, да? Так, а вы этого убьете сейчас, да? О, спасибо. Да, да, да. Работаем над этим. Так, следующим ходом я лучше уровень возьму. Так, ну тут постоим, полечимся просто. Я, наверное, подумаю убить этот лагерь. Так, ну тут тоже зайдем, полечимся. И следующим ходом чудо в перьях. Так, покупаем рабочего. Так, новые континенты. Ну, короче, мы все, походу, мы втроем на одном континенте. Так, что международную торговлю я правильно открывал. Я ее ускорить не могу. С другой стороны, мне бы и в раннюю империю. Но тут... Блин, ну тут, конечно, надо было трудовую повинность поставить. Вместо бог-царь. Ладно, чудо мое влюблено. Ну и вряд ли кто-то может обогнать Китай вообще. Если Китай взялся строить чудо с рабочими, то это просто, мне кажется, без шансов для других цивилизаций. То есть античности и древнего мира. И мне не хватает двух очков. То есть если я заберу этот лагерь. Да. Что случилось? Ну, чудо, чудо. А, я знаю, у меня вопрос. Алексей, ты там снизу, когда пришел разведчиком, там был лагерь варваров? А то оттуда прибегал разведчик? Нет, ну я не видел по пути пока. Понял, принял. Хорошо. Потому что прибежал разведчик с высказанием знаком, он убежал. Так, еще что-то. А, последствия. Блин, мне одну очко надо. А, слушайте, каменная кладка три хода. Я могу великую стену. Жалко, конечно, четыре этих. Четыре очка, но надо будет, видимо, чтобы в золотой век. Видишь, она как раз откроется ровненько за ход, получается. Так, есть висячие сады. Наверное, давайте еще строителя или прачников. Ладно, давайте прачников построим. Они нам... И я не успел выбрать. Поменять карточку на чудеса. Да, но я не могу же пирамиды строить, а до Стоунхенджа далеко. Что я еще могу? Большой бассейн... Кстати, я могу большой бассейн здесь построить. То есть ставим карточку на чудеса все-таки. Ну а что, какие у нас другие варианты здесь? Нету. Свинину давайте обработаем. Или, может, рабочего все-таки для стены? Просто боюсь, что я сейчас не успею стену построить. Лучше всего было бы мне, конечно, этот лагерь забрать. Но, мне кажется, я не успеваю. Да посмотрим, ладно. Четверочка ощущается. Четвертый смерч подряд. Да, кстати, а мы играем на четвертой стихийных бедствиях. Так что, мне кажется, большой бассейн вообще имеет смысл... Просто даже имеет смысл, чтобы вот эта река мне тут сильно не гадила. А у нас горит сарай, горит их ада. А, давайте, наверное, раннюю империю. Одно очко. То есть могу стену построить, могу лагерь забрать. Судя по тому... Так, а вы больше никого не встречали, да? То есть мы с вами втроем. Да. Сейчас встретить мы тоже никого не можем, чтобы получить очки эпохи. ГГшек за союзник у нас даже ни одного посла еще нету. Блин, у француза 103 армия. Это все чисто от варваров отбиваться? Да, это просто тут очень все плохо с варварами. Ну и я там метеорит нашел. Сколько варваров надо на 103? Это три лагеря вокруг. Сюда будем ставить город явно. Сюда будем ставить город явно. Ну или сюда. Тут надо, исходя из того, что мы там откроем. Так, блин, я бы, наверное... Я бы, наверное, рабочего здесь сделал все-таки. Еще одного. Вот за два хода. Блин, такое ощущение, что я не успеваю все-таки получить необходимое... Блин, может все-таки не идти, не обрабатывать, а ставить на... Что, строителя? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала. Могут поискать уже в плейлисте. Ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.